На прошлой неделе доллар США укрепился после того, как один из представителей ФРС удивил участников рынка своими комментариями об агрессивном смягчении денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предположил, что Федрезерву стоит быть более решительным, чтобы предотвратить замедление экономического роста в США. В итоге американская валюта завершила торги в пятницу на отметке 97,5 пунктов, прибавив за неделю 0,1%. По мнению некоторых аналитиков, ФРС может снизить процентные ставки скорее на четверть пункта, чем на полпроцента в конце месяца. Между тем, к закрытию торгов в пятницу единая европейская валюта опустилась до отметки 1,1222 против доллара, потеряв за неделю 0,28%. Евро торговался возле минимумов, хотя трейдеры обратили мало внимания на информацию о том, что ЕЦБ планирует возобновить программу выкупа активов в ноябре. Между тем, фунт стерлингов не смог сохранить прибыль, набранную в четверг на фоне результатов голосования в британском парламенте. Законодатели хотят не допустить того, чтобы новый премьер-министр мог добиться выхода страны из ЕС без соглашения путем приостановления работы парламента. Пара фунт-доллар завершила неделю в красной зоне, так как сохранилась неопределенность вокруг Брекзита. К закрытию торгов в пятницу пара опустилась к отметке 1,2502, потеряв за неделю 0,15%. Что касается криптовалютного рынка, прошлая неделя выдалась достаточно волатильной для биткоина. С одной стороны, американский конгрессмен назвал самую популярную криптовалюту неудержимой силой, а власти Китая тем временем подтвердили, что биткоин получил статус виртуальной собственности, то есть владеть виртуальными деньгами стало законно. С другой стороны, в казначействе США отметили, что криптовалюты в основном используются для противозаконных действий. В пятницу биткоин опустился до отметки 10,519 долларов за монету, тогда как днем ранее котировки взлетели почти на 10%. Тем не менее, за неделю цифровая валюта потеряла 7,2%. Теперь перейдем к ситуации на сырьевом рынке. Цены на нефть упали на прошлой неделе, так как инвесторы отреагировали на новости о развитии отношений между США и Ираном. Президент Ирана заявил, что его страна будет готова провести переговоры с Соединенными Штатами, только если Вашингтон снимет санкции с Тегерана. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре завершили торги на отметке 62,47 доллара за баррель, потеряв за неделю 6,37%. Отчет об объеме запасов сырой нефти в США, показавший снижение, также создал медвежье настроение на рынке. Тем не менее, в какой-то момент цены на нефть восстановились, так как усилились опасения вокруг срыва поставок сырья после захвата британского нефтяного танкера корпусом Стражи Исламской Революции. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе поднялись в цене на 33 цента, до отметки 55,63 доллара за баррель. Однако за неделю котировки WTI просели на 7,61 цента. Между тем, цены на золото продолжили расти на фоне затянувшейся торговой войны США и Китая. К закрытию торгов в пятницу цены на драгметалл поднялись до уровня 1426,30 доллара, продемонстрировав недельный рост на 1,46%. Вы смотрели комбинированный обзор валютного и товарного рынков на канале Инстатв. До свидания.